Ребята притащили два ящика противогазов. Трюмо с тремя зеркалами. Это похоже, что года 30-е, наверное. Несгораемый ящик. Металлический, дореволюционный. Большие настенные часы. Всем привет! Это канал Жизнь Барахольщика. Я Александр. Я ездил на адрес и купил много интересных вещей, которые вы сейчас увидите. К сожалению, я снимал на самом адресе и это видео куда-то делось. Я не могу его найти. Наверное, я его случайно удалил. Это очень обидно. Трехкомнатная квартира. Две сестры. Чей ты муж? Они все снесли в одну комнату. Ну, всем приятного просмотра. Сейчас я просто покажу вещи, которые мне удалось купить. Вы их оцените. Напишите свой комментарий. Поставьте лайк. Кто смотрит впервые это видео, я покупаю и продаю старые вещи. Туалетный столик. Трюмо с тремя зеркалами. Это похоже, что года 30-е, наверное. 20-е. С такими витыми ножками. С ящиком. Купили мы его за 2000 рублей. Он аккуратненький. Ну, конечно, требует реставрации. Здесь такие вот щели, рассокшиеся деревесины. Небольшие трещины. Ну, если для интерьера, то, конечно, он такой лаконичный и очень красивый. Я его положил на крышу и привез. Несгораемый ящик. Металлический, дореволюционный. Нам, конечно, помогла эта табличка. Здесь написано Внуку Алёше Дед. 1960 году. И мы сосались, что этот ящик 1960 году. Купили его за 300 рублей. На самом деле, это дореволюционный ящик. Они его пытались открыть и в итоге ломом подковырнули. А здесь, на самом деле, кто встречал такие, есть секрет. Здесь вот скважина. Они её ковыряли, ковыряли, не расковыряли. А здесь есть маленький секретик. Это вот такая маленькая кнопочка. Её стоит нажать всего лишь. Господи, неудобно одной рукой. И сразу же замочная скважина открывается. Сюда вставляется ключ и поворачивается. Но они его раскурожили. Придётся приводить в порядок, подбирать ключик. Попробуем. Ну, а осталась родная краска. Ручки. Очень приятные. На полу стояла картина. Олимпийский мишка с мячиком и Адмиралтейство. Санкт-Петербург вроде бы. Они нам её отдали бесплатно. Предлагали стол, но мы его не взяли. Настольный телефон. У нас уже такой второй. Здесь встроены часы Славы на батарейке. Это 60-е года. Жалко, утеряно один микрофон. Купили мы его тоже в районе 300-400 рублей. Провод обрезан. Полностью деревянный. Замечательный антуражный телефон. Большие настенные часы в деревянном корпусе. Жалко, нету шишечек, которые внизу от отверстия. Но в целом на 90% они целы. Механизм, конечно, надо ремонтировать. Здесь маятник. Бой. Вот стрелочки сбиты немного. Купили мы эти часы за полторы тысячи рублей. Стеклышки выпадают. Но будем реставрировать их. Либо просто подклеим и будем продавать в таком виде. Но они здоровые. Очень приятные. Металлическая шкатулка. Металлическая шкатулка клеем я не нашёл. Она, похоже, не очень старая. Но года 50-60-е. Вот её купили где-то за 150 рублей. Я говорю приблизительные цены. Потому что мы обобщили всё. И заплатили всю сумму, которую я скажу в конце видео. Это аппарат Zenit TTL. Олимпийская серия. С объективом. Гелиус 44М. Пакет порвался. Сломались часы. Выпали янтарь на батарейке. Их нам отдали просто так. Садовый ёж. Фигурка садовая. Это современный Китай. Это для обрезки фотографий. Сувенирные ключи. Город Ленинград. Это Преатарпаловская крепость. Их купили по 50 рублей. Старинный бинокль. Такой немножко поломанный. Обычно на них пишут Париж. В родном чехле. Его купили за 300 рублей. Очень красивый комплект разновесов. Он аккуратненький. Все гирки такие на месте. Здесь такие спиралевидные. Я впервые такие вижу. И такие маленькие-маленькие. Красивый, симпатичный набор. Купили мы его тоже в рублей за 200, за 300. В кладовке нашли еще такие пинцеты. Их, кстати, очень хорошо покупают на барахолке по 300 рублей. Ключ от часов. И вот этот маленький ключик. Возможно, он подойдет к шкафу, не сгорая ему. И наковальня. Надо посмотреть, есть ли какие-то старинные клейма. Ну, клеем я пока не вижу. Но, может быть, обнаружим. Попробуем ключик. Может, подойдет. Ключ, к сожалению, не подходит. Проворачивается. Да, он маловато. Ну, а побольше. Часы годов 80-х. Из какого-то композита. Здесь такой вот юноша с цветами. Севани. Будильник вставлен. Здесь бирочка написана. Часы, цена. И размылась цена. Автор. Лызеты. Тоже обрывается. Они пластмасса какая-то такая прессованная. Походив по квартире, еще зайдя на кухню, нашли такую кружку пивную 0,5. Цена 35 копеек. Чашку. Кружку ЛФЗ. Бежалка без блюдца. Кораблик. И огромную такую кружку. Рыбная ловля. Рыбры изображены. Коралл. Жалко, нету блюдца. Ну, здесь уже деколь. На трюмо стояла вот эта фигура. Какая-то девушка держит зайчика. Юноша. Жалко, что нет руки. Это бисквит. Это карандашница, скорее всего. Скорее всего, Европа, Германия. Никто не обращал на нее внимания. И мы тоже не обращали внимания. Жалко, конечно, поколоты. Ребята притащили два ящика противогазов. Они вообще нулевые. Там около 70 штук. Бумажка была какая-то. И здесь противогаз прямо в сумке. Не знаю, фильтр отдельно, наверное, внизу. А, нет, прямо с фильтром. Купили мы их по 30 рублей за штуку. Заплатили 2100 рублей. Все эти вещи, которые я купил, достались нам за 6000 рублей. Этот несгораемый ящик, трюмо. Господи, телефон, часы, фотоаппарат. И еще уже фигурки, которые я упаковал, буду возить в другой магазин за 6000 рублей. Так что, если вам понравилось видео, поставьте лайк, напишите комментарий. А я поехал дальше на следующий адрес. Пока-пока. Пока-пока.